Бегут ручьи, журчат ручьи. Жаль только, что канализационные и непонятно чьи. В деревне Старково на 2-й рыбхозной улице сточные воды не остановить с 10 января. Начала течь вода, обращалась в МЧС, в водоканал, в администрацию, в Добродел писала. Ответ пришел, результат от Добродела прорыли ручей и спустили воду в дренажный колодец. Дренаж проходит за пруды рыбхозные и вытекает в Кжельскую речку. У меня под домом из-за этого наводнения вода в подвале и запах, естественно. Причина потопа – неисправности на канализационной насосной станции. Исправлять никто не берется. Кому принадлежит КНС, тоже неизвестно. Рабочие водоканалы, которые приехали по вызову, смогли только отвезти потоки в дренаж. С кем я могу связаться? Ни с Булыниным, ни с Кулаковым, ни с кем. В Кулакова записалась на прием только, я записывала 6 февраля, на прием 6 марта. Но вы представляете, сейчас откипель, вода идет. И это неизвестно, какой результат будет. Ну и плюс запах, да, канализация? Да, и плюс еще и запах. Канализация заливает улицу и подвалы домов. Проблемы с бесхозной КНС-кой случаются регулярно. Уровень воды растет, и краев коммунальному морю пока не видно. Тонут заборы, столбы и имущество. Здесь заливает полностью. Если весной, то вот этой дороги как таковой нету, мы плывем. Хорошо построили дренажную систему, вот туда вывели. Но если бы нам вот эту вот канаву не заделать до конца и не вывести в Малиновку трубы нормальные, тогда мы еще жить будем. А так как у них ничего они не делают и не пытаются что-то сделать, то мы заливаемся. С ихней ливневки. Получается, воду вы сами будете потом откачивать с подвалом? А куда? А кто же мне ее еще? Даже сушить некому. На здании КНС опознавательных знаков принадлежности нет. Замок висит, забор с колючей проволокой стоит хоть и не везде. Осталось найти хозяина, который отвечает за благоуханные воды. Андрей Милентьев, Александр Винченко. Для программы «Городские вести». Продолжение следует...